всем привет дорогие друзья второе видео на моем канале будет посвящено не который за сегодня я снял второе видео на моем канале который я снял сегодня она будет посвящена поезду москва 2019 этому этот поезд является моим самым любимейшим самым любимым в мире поезд но еще есть какие-нибудь любимые поезда но это из метро это самый любимый поэтому я посвящаю обзор этому поезду но не но есть еще любимый поезд от москва 2 на филевской линии москва 2020 не очень мне нравится нет но не москва 20 20 нормальная сама-то по себе лучше чем номерной и его аж там какой-нибудь дурацкий старый советский состав лучше москва 2019 но ну да ладно не в этом суть нет москва 22 лучше чем эти составы советские или еще чуть вот но я сегодня расскажу про москва 2019 и будет обзор на москву 2 на москву обычно на москву 20 20 на русич на аку на номерной да блин на все составы будет обзор но сегодня мне запрела в голову такая мысль москва 20 все давайте начинаем на дворе 2017 год метровагон машин как обычно никогда не стоит на месте и начинает выпускать совершенно новый поезд вот например для сравнения допопланерная начинают ежи москва и ака дальше там что-то не видно а там еще есть а еще одна москва вот беленькая частичка что-то смахивает на москву такая москва начинается производить 2017 году и это этот поезд очень хорошо понравился людям давайте сразу пожалуйста обратите внимание вот на эти вот поручни которые вот посерединке идет одна поручня потом из конца идет другая поручня и справа еще одна поручня такие вот поручни вот такие вот сиденья выполнены из не обивки которые в нынешних поездах москва а как из какой-то ткани выполнены пишите в комментариях а как вы считаете вот такая вот москва начинается производить испытание многим она сразу понравилась далее выходит москва 2 на филевской линии 81757 нет 81765 766 767.2 уже на филевскую линию поменял тут интерьер салон в принципе тоже но уже поручни вот эти вот которые по бокам были немножечко их уже убрали тут сделали только сили центральную порчи появились складывающие сиденья такие вот все как прежде оставили интерактивную карту ставили все ни про кого не забыли все оставили сиденья уже сделано тут из мягкой обивки антивандальный и легко отмывающийся салон очень светлый треугольные держатели но это как всегда маска так снаружи ничем не отличается далее выходит москва 3 на большую кольцевую линию откуда тогда взялись вы спросите на калужско-рижской линии поездам москва некоторые поезда были чё-то с ткл не столько не было некоторых поездов некоторые поезда этого да вот в принципе такая же москва москва 3 некоторые поезда были действительно москва 3 некоторые поезда были действительно да москва 3 это было которое на бкл сейчас ходит на некрасовской линии ходит два типа поезда москва это москва 2019 и москва 20 нет обычная москва москва 3 да москва 3 вот такая вот ну собственно сегодня посвящен обзор москве 2019 никаким другим москва не посвящен но это я просто предысторию такую делаю вот она на бкл вышла такая москва на крел на солнцевскую вот на рублево-архангельскую линию может быть такая и выйдет может 2019 пока что я не знаю какая выйдет москва 2019 потому что это проект только рублево-архангельская линия еще строится пока это будущее как я могу и салон в принципе ничем не отличается только вот вместо красных кружочков которые вы видели в начале видео наверняка запомнили да тут уже такие электронные табло они ходят на караэл на солнцевской линии потом еще ходит не краска еще совместили москву 2019 мне кажется вот такая статистика на некраска не будет 80 процентов поездов москва 2019 и 20 процентов поездов обычной москвы нет москвы 3 или 70 процентов москвы 2019 вот такая вот топовая москва далее выходит как раз наша москва 2019 поменялся интерьер салона поручни середины убрали сквозной проход как всегда есть сиденье вот такие тоже такой обивочки сделали только немножко другой им без всяких трапонок которые вы видели черные панели черные двери однако поезд не мрачный он очень светлый светлущий и мне кажется что мне кажется почему-то все-таки он крутой за счет того что у него все черные почему мне кажется это очень круто это обычная москва . ну ладно ничего страшного снаружи вроде ничем не отличается разве что написали налепили надпись москва 2019 а это проект этого поезда ну да проектировался вот такая вот снаружи ничем вроде бы не отличается только москва 2019 налепленный как я вам сказал и все далее вышло в 2020 году в октябре 6 октября 2020 года вышел поезд москва 2020 и мне такой поезд не нравится друзья дорогие пожалуйста не надо мне ставить дизлайки за то что я что-то как-то не так выразился не так сказал это моё мнение мне этот поезд не очень нравится нет словам него кайфов и конечно современный но мне почему то больше нравится обычная москва либо мост в 20 19 мне мне нравится такие поезда из москвы из москвы больше всего нравятся такие модификации москва ты и и москва 2019 хотя обычная москва тоже очень нравится Москва. Вот такой вот Москва 2020. Какая это маска отвратительная? Сделали сдвижные двери, салон полностью другой, коричневый все сделали, коричневый, сквозной проход на что-то на 57 или на 55 процентов шире сквозной проход. Сделали вот такие вот места для инвалидов тоже сделали, ни про кого не забыли. USB-зарядки как всегда имеются у нас. Вот такой вот он. Но мне все равно больше нравится обычная Москва. Нет, Москва-3, ну и обычная Москва, Москва-3 и Москва-2019. Вот такие вот езда мне больше всего понравились в мост-метро. Ладно, давайте о Москве-2019. Она начала выпускаться с 2019 года. Как раз на Сокольнической линии Московского метрополитена. Такая поезда. Вот такой вот поезд. Ее начали заготавливать. Сразу, сразу начали смотреть ее. Топовый, топовый поезд, друзья дорогие, топовый. И масочка ему очень подходит. Такой вот поезд. Очень светлый, очень современный. Волшебный поезд. Волшебный, ну и реально волшебный. Реально волшебный. Схема метро также есть. Также есть вот USB зарядочки. И также есть вот эти вот сидухи. Не, не то, что не сидухи. Это куда прислониться можно. Ну типа, если вы боитесь бабок, дедок всяких там, которые попросят вас встать с своего места. Бабки и детки, они же не такие. Типа, что прям ко всему не приглядываются. Типа, им уже надо сесть, ведь они здесь стоять не будут. А вам это очень удобно, кстати, постоять здесь. Ну, бабки и детки, мне кажется, будут искать все равно другое место. Мне кажется, все равно так не будет. Ну да ладно, не в этом суть. Чего бы я хотел поподробнее вам рассказать. Такой вот поезд начал выпускаться с 2019 года. И, естественно, Москва 2019. Такой вот такой поезд. Это все та же Москва. Очень милый поезд, очень милый поезд. И снаружи, и внутри. А посмотрите, какой красивый ракурс, когда она прибывает на Воробьевы горы. Потом начали разрабатываться эти поезда и для, не только для Сокольнической, но и для Калужско-Рижской линии. Потом начали еще разрабатываться. Для Большой Пельцевой, для Солнцевской. Потом еще начали, что-то начали ходить на, в каком-то моменте, а, да, и на Некрасовской линии такие начали поезда разрабатываться. Вот такой вот классный поезд. Не знаю, это мое мнение. Есть и правда еще есть Москва 5, в Ташкентском. И Москва, которая в Баку отправилась. Ну, о них немножко попозже. Может сделала обновь как-нибудь, если что-нибудь придет в голову. Может сделала обновь. Вот Москва 2019. Когда еще Соларева была конечная несколько дней. Когда еще Соларева, вот конечная была. Видите, налепили на Соларева, она конечная, значит, была. Тогда их довольно-таки мало было, к тому времени. А сейчас их дофига на Сокольнической линии. Пошел, сел любой. Ты бог. Ты бог. А вот на НЛ этот поезд тут стоит. На НЛ. Тут еще не Фортова конечная была, все понятно. Так, вот Москва на Филатовом луге. Натропаревая, собственно, это та же самая Москва, которая у меня стоит на аватарке в Ютубе. Это не то. Вот это вот то. Смотри, смотрите. Вот какой-нибудь вам сделаю ракурс вот такой вот понятный. И давайте полюбуемся просто. Ну, в принципе, мы ее изучили. В принципе, мы поподробнее ее изучили. Это Москва. Давайте теперь немножечко изучим конструкцию этого поезда. Давайте. Так, ну давайте изучим уже немножечко конструкцию этого действительно замечательного поезда. Вот в этом поезде Москва. Как мы видим, ничего такого плохого нет. С кузовом и тережкой полный порядок. Все есть. Все есть. Вот, посмотрите. Москва 2019. Ну, это точно я не знаю, какая Москва. Тут не написано. Это просто я макет взял, как бы. Такая вот Москва. Конструкция у нее тоже полный порядок. Сквозной проход и тележки. Тут все нормально. С тележками и кузовом полный порядок. Ну, просто, ну, полный порядок. Давайте теперь немножечко вернемся к нашей... Ну, естественно... Почему же? Естественно, к Москве 2019. Давайте. Поехали. А вот она Москва 2019. Ну, и все, 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 что я рассказывал. А все. Больше сказать нечего. Все. Остается только немножко осмотреть салон и попрощаться с вами мне. Ну, что же, друзья. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, подпишите. Ну, да, подпишите на канал, поставьте лайки, загляните в описание и, действительно, немножечко давайте набирать подписчиков. Как я уже сказал, до конца августа надо набрать 50 подписчиков. У меня на канале сейчас 43 подписчика. Я уже рад. Но только давайте 50 подписчиков до конца месяца наберем. Если наберем, то тогда я вам сделаю кое-какой супер. Ну, не то что супер, но в следующем году я вам... Я поеду в Москву в следующем году. Дай бог. Сниму вам кое-какое видео. Полный обзор московского метро. Не дурацкий такой обзор. Мини-обзор на Мосметро. То, что с заглушением звука, чтобы все слышно было. Все. Что я сделаю. Все это топ будет, друзья. Топ. Топ. Ну, действительно топ. А, забыл сказать. Еще такая Москва ходит в Казанском метрополитене. Ладно, сейчас я уже забыл показать. Ну, ладно. Давайте. Ничего страшного. Всем пока. До свидания.